Приветствую всех любителей сказаний, мифов и легенд. Ну что, думаю сегодня просто замечательный день чтобы рассказать вам сказку и раз уж мы с вами открываем новые страны, то сегодня сказка будет восточная, а точнее корейская, такой у нас еще не было и думаю многие из вас с интересом прослушают её. Но прежде чем начать напомню вам что другие сказки можно найти в плейлисте о подсказках и по ссылке в описании. Ну что, теперь думаю вы готовы слушать сказку, поэтому начнем. Жил когда-то в глухой деревушке мальчик по имени Чхондон. Очень любил этот Чхондон рисовать, но вот беда не было у него кисточки и денег чтобы кисточку купить тоже не было. В давние времена в Корее не было ручек и карандашей, писали и рисовали кисточками, вот и рисовал Чхондон чем попало. Придет бывало в лес, возьмет кусочек коры, найдет острый камушек и царапает им по коре, деревья до горы рисует, а то побежит на речку и прутиком по прибрежному песку водит. Красивые картины получаются, соседи картинами любуются, как живые на песке цветы расцветают, деревья растут. Вот бы купить Чхондону кисточку говорят, да только откуда на нее деньги взят. Деревня наша бедная, ни у кого гроша медного нет, а Чхондон о кисточке и мечтать не смеет. Рисует палочкой на песке, да на земле сырой и людям показывает. Пусть полюбуются, какая красота вокруг них, а то работают с утра до ночи ни гор высоких, ни рек быстрых не замечают. Как-то раз нарисовал Чхондон на песке большую картину. Высокие горы стоят, на горах могучие деревья растут, а из-за одного дерева тигр выглядывает. Целый день приходили крестьяне на берег реки картину смотреть, а под вечер жителей соседней деревушки привели. Той, что за перевалом была. Полюбовались люди картиной чудесной и разошлись по домам. А Чхондон все у реки стоит, на картину смотрит. Приду утром, ни гор, ни деревьев, ни тигра не увижу. Занесет картину песком, думает он. Грустно ему стало от таких мыслей, но делать нечего. Пошел он домой и лег спать. И явился ему во сне седой старик и сказал. Не горючь, Хондон, твою картину песком занесло. Не придется тебе больше рисовать палочкой. Дам я тебе волшебную кисточку. Будешь теперь этой кисточкой рисовать, сказал так и протянул Чхондону кисточку. Обрадовался Чхондон. Спасибо тебе, дедушка. А старика уж и след простыл, словно и не было его. Дедушка, дедушка, закричал Чхондон и проснулся. Вздохнул Чхондон. Значит это был сон. Повернулся он на другой бок, хотел еще раз немного поспать, да что-то вдруг его в бок уколола. Смотрит Чхондон, глазам не верит. Ряда с ним кисточкой лежит, поблескивает. Взял Чхондон кисточку, а она из чистого золота сделана. Еле-еле Чхондон до утра дождался. А как солнце встало, побежал он в горы, оторвал от дерева кусочек коры и начал рисовать птицу. Только дорисовал он последнее пюрышко, забила птица крыльями, слетела с картины и взмыла в синее небо. Удивился Чхондон. И впрямь значит волшебная кисточка. Побежал он быстрее к реке, взял большой камень, нарисовал на нем окуня. Ну-ка окунь, плыви, говорит. Встрепенулся окунь нарисованный, скользнул с камня и бултых в воду. С тех пор стал Чхондон золотой кисточкой рисовать. Что его попросят, то он и нарисует. И картины его волшебные сразу стали оживать. Попросят крестьяне вола нарисовать. Нарисует Чхондон вола большого. И в тот же миг оживет вол. Попросят мальчишки птичек разноцветных нарисовать. Нарисует Чхондон разноцветных птичек. Все люди радуются, Чхондона благодарят. Один богач Пак недоволен. То он один хорошо жил, а тут все крестьяне нужды не знают. Непорядок это, думает Пак. Надо отобрать у Чхондона кисточку. Выждал он удобный момент, когда вся деревня в поле была. Сел на самого лучшего коня и Чхондону поехал. Подъехал дому и кричит. Выходи, Чхондон, отдавай свою кисточку. Я сам рисовать хочу. Испугался Чхондон. Ну, как отберет богач кисточку? Что тогда будет? Опять обеднеют крестьяне. Взял он поскорее кисточку. Выручай кисточка. Мигом нарисовал Чхондон боевого коня. Вскочил коню на спину и навстречу Паку помчался. Бьет конь копытами о землю. Изо рта у него пламя пышет, а из ушей дым валит. Испугался Пак. Повернулся с кокуна и давая его нахлестывать. Звился с кокун на дыбы. Звонко заржал, сбросил Пака на земь и умчался в горы. Только его и видели. А Пак кряхтит, охает. Никак подняться не может. Засмеялся Чхондон. Будешь знать, как за чужим добром охотиться. Не вздумай без меня крестьяны бежать. Я скоро вернусь. Сказал он так, стегнул коня и исчез из виду. Скакал Чхондон три дня и три ночи и доскакал до Сеула, где жил в Анкарее. Слез он с коня и стал по Сеулу ходить. Смотреть, как простой народ живет. Ходил, ходил, смотрел. Видит, плохо живется бедному люду. Все его обижают, а пожаловаться некому. Стал тогда Чхондон в чиби к беднякам заходить. Рис да одежду рисовать. Скоро весь город о волшебной кисточке знал. Прослышал об этом и сам Великий Иван. Разгневался, как смеет дерзкий мальчишка владеть волшебной кисточкой. Повелел он слугам разыскать наглеца и немедля во дворец доставить. Стали слуги по городу рыскать, в чиби заглядывать. Зайдут, чиби, и давай по углам шарить. Есть чиби рис да одежда, значит побывал уже здесь Чхондон. Обошли они все дома, везде мешки с рисом стоят, везде одежда новая лежит. Может, его уже и в городе нет. Вдруг видят слуги стоит на окраине чиби, маленький ветхий, вот-вот развалится. Зашли, смотрят ни риса, ни одежды новой нет. Спрятались слуги получше и стали Чхондона ждать. Вот уже солнце село, на небе звезды зажглись, а Чхондона все еще нет. Наконец раздались чьи-то шаги, и в чиби вошел мальчик с золотой кисточкой в руках. Здравствуйте люди добрые, говорит, я пришел вам помочь. Замахала на него руками хозяйка. Беги скорей, сынок, здесь злые люди спрятались. Повернулся Чхондон двери, хотел во двор выбежать. Да где там? Выскочили слуги Вана, схватили Чхондона, отобрали у него волшебную кисточку, самого крепко-накрепко веревками связали и во дворец повели. Привели его во дворец, посадили в темницу, а утром к Вану повели. Сидит Ван Корея на троне, шелковым веером обмахивается. Так вот ты какой негодный мальчишка, а ну-ка нарисуй что-нибудь. Развязали Чхондон руки, дали ему золотую кисточку и стали ждать, что дальше будет. Взял Чхондон свою кисточку, взмахнул ей два раза и по полу огромная жаба запрыгала. Прыг-скок, прыг-скок, прямо к трону, где Ван сидит. Ай-яй-яй, завопил Ван и на трон скочил. Бейте ее, бейте. Бросились слуги жабу ловить, бегают, кричат друг на друг, натыкаются. Еле-еле поймали. А Чхондон стоит, усмехается. Увидал Ван, что мальчишка над ним смеется, разозлился и приказал Чхондона в темницу бросил. Схватили слуги Чхондона, заковали железными цепями и в темницу бросили. Пошли они потом к Вану и давай золотой кисточкой рисовать, да только где им неумеха. Собака у них на кошку похожа, тигр на зайца огромного, даже мешок с рисом и тот нарисовать не могут. Слез тогда с трона сам великий Ван, взял кисточку, смотрите как рисовать надо. Сказал он так и стал кусок золота рисовать, рисовал, рисовал и получился у него огромный камень. Покатился камень прямо Вану под ноги. Еле успел Ван в сторону отскочить, а камень докатился до того места, где Ван стоял, ударился со всего маха от рон и разбил его в дребезги. Рассердился Ван и повелел слугам выбросить камень, а сам дерево рисовать принялся. Только нарисовал ствол изогнутый, превратился в ствол в ядовитую змею, зашипела змея, к Вану поползла, заметался Ван по залу, ловите ее, ловите, бейте, кричит. Стали слуги змею ловить, на силу поймали. Видит Ван, не слушается его волшебная кисточка. Пришлось ему опять Чхондона звать. Привели слуги Чхондона. Ну, Чхондон, выбирай, или рисовать будешь, или прикажу казнить тебя. Пришлось Чхондону согласиться. Сняли с него тяжелые цепи, дали золотую кисточку, а сзади стражника поставили, чтобы пустил он Чхондона острые стрелы, если тот Ван ослушается. Почесал Ван в затылке и подумал, да и говорит, нарисуй-ка Чхондон озеро. Змахнул Чхондон кисточкой раз-два и появилось посреди зала голубое озеро. Обрадовался Ван, а теперь нарисуй красивую лодку. Снова взмахнул Чхондон кисточкой и закачалась на синей воде красивая лодка. Залез Ван в лодку и давай по озеру плавать, песни распевать. Катался, катался, а потом и говорит, что это за интерес в лодке кататься, коли волн нет. Сделай-ка мне волны. Провел Чхондон по воде кисточкой и пошли по озеру волны. Чхулынь лон, Чхулынь лон, закачалась на волнах лодка. А Ван и рад, еще кричит, еще сделай волны повыше. Опять провел Чхондон по воде кистью и заходили по озеру волны, да и не такие, как в первый раз, а большие, высокие. А Вану все мало. Сделай еще выше, кричит, а то велю казнить тебя. Змахнул Чхондон кистью изо всех сил. Поднялась огромная волна, перевернула лодку и Ван тут же ко дну пошел. Бросились слуги Вана спасать и тоже все утонули. А Чхондон нарисовал белого журавля, сел ему на спину и отправился в другие города и деревни. Бедным людям помогать. На этом и заканчивается эта замечательная история. Если она понравилась вам, не забудьте поставить лайк и посмотреть другие в плейлисте в подсказках и по ссылке в описании. Если вы хотите поддержать мои скромные начинания, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Как еще помочь каналу? Да очень просто, пишите комментарии под этим видео и делитесь им в соцсетях. Ну а если есть желание помочь материально, то ссылку можно найти в группе канала ВКонтакте. В свою очередь ссылку на группу можно найти в описании. Ну а на сегодня все, спасибо за внимание и до встречи в новых видео.